Так, дорогие друзья, мы вроде бы начинаем, как мне дали знать. Я буквально вот коротко совсем покажусь, и сейчас я поставлю демонстрацию экрана, отключу, соответственно, изображение. Ну и, соответственно, если у вас будут какие-то вопросы, то их можно, я думаю, задавать и голосом после презентации, можно писать в чат, я обязательно на все вопросы отвечу. Сейчас я поделюсь экраном, надеюсь, что все получится. Да, начну я с презентации, но через какое-то время я перейду на демонстрацию непосредственно у нас на сайте. Но, как я уже сказала, пока я покажу некоторые теоретические вещи. Зовут меня Валерия Курмакаева, я работаю в компании, которая называется Clarivate, и мы являемся владельцами платформы, которая, вероятно, вам известна, и она называется Web of Science. И вот про нее я сейчас расскажу, потому что темой презентации является, как правильно выбрать международный журнал для своей публикации. И прежде чем я покажу все инструменты, которые у нас есть, для того, чтобы можно было подобрать этот самый журнал, нужно поговорить сначала о том, как вообще журнальный мир устроен, для чего существуют такие платформы, как наша, и каким образом можно научиться разбираться в международных журналах, исходя из каких параметров, критериев и так далее. Я, на всякий случай, тут периодически приходят люди в зал ожидания, я, соответственно, их буду пропускать, так что вы не удивляйтесь, что там какие-то окошки периодически получаются. Это буду делать я, и прошу прощения, не… То есть вы занимаетесь презентацией, я полностью контролирую людей, которые приходят, поэтому не обращайте внимания. Контролируйте людей, которые приходят. Значит, я сначала скажу, где можно найти информацию про наши ресурсы и инструменты, для того, чтобы у вас была возможность обратиться к ним, если у вас какие-то вопросы появятся, интересы дополнительные и так далее. Во-первых, у нас есть сайт, который здесь вот на слайде дан видеоадреса, и мы каждый месяц учебного академического года проводим серии вебинаров по пользованию нашими инструментами. Для того, чтобы поучаствовать в этих вебинарах, можно пройти на нашем сайте в закладку, которая называется «Опучение». И там есть две полезных для пользователей закладки. Во-первых, это закладка «Вебинары», где есть вся информация про расписание вебинаров. Там же можно зарегистрироваться на те вебинары, которые вас интересуют. И здесь же в этой закладке присутствует еще одна закладка, которая называется «Канал на Ютьюбе». Вот канал на Ютьюбе – это то место, где живут разные наши обучающие видео. И, соответственно, если вебинары мы проводим в определенное время, и мы их не записываем, как правило, и не выкладываем, но, тем не менее, какие-то из семинаров мы все-таки записываем. Более того, мы записываем дополнительно всякие обучающие видео и выкладываем их как раз на этом самом канале на Ютьюбе. Его можно найти очень легко. Называется он «Web of Science» по-русски. И там вся информация разделена на всякие секции, которые, собственно, помогут вам ориентироваться в тех видео, которые вас действительно заинтересуют. На всякий случай оставлю наши ссылки на наши англоязычные обучающие ресурсы, чтобы у вас была тоже возможность посмотреть, что у нас там есть. И плюс у нас есть еще вот такой дистанционный курс обучения, который можно использовать на самом деле по-разному. Можно, во-первых, самостоятельно его проходить. Он бесплатный, вообще доступный. Тут нужно зарегистрироваться по той ссылке, которую вы видите. И, соответственно, дальше вы в том темпе, который вас устраивает, проходите этот курс. Он состоит из обучающих видео. Сделан он примерно так же, как сделаны обычно курсы на Корсере. То есть, соответственно, видео плюс какие-то интерактивные упражнения к нему. И в конце прохождения этого курса вы получаете от системы сертификат, что вы его прошли. Этот курс, на самом деле, особенно хорош при работе с начинающими исследователями, с аспирантами, магистрантами, с теми людьми, которые только-только начинают пользоваться информационными ресурсами электронными. И вот для как раз того, чтобы повышать общую научную грамотность, в таких программах этот курс вполне пригодится. Про что я буду говорить конкретно? Я расскажу про то, в какие иерархии журналы образуются и вступают, какие есть модели выхода международных научных журналов, чем они отличаются и почему это важно для автора. Расскажу, как отличаются хищнические журналы, на что обращать внимание. Расскажу про наши некоторые метрики, в частности, про импакт-фактор, который является метрикой именно платформы Web of Science. И, соответственно, расскажу, для чего эта метрика существует, как она рассчитывается и так далее. И плюс я, поскольку основная тема – это, собственно, подбор журнала для публикации, здесь я, конечно же, покажу те самые инструменты, которые позволят вам такой журнал подобрать. Я сейчас, кстати, слышу, что у кого-то включен звук, если можно его выключить, будет прекрасно, потому что мы иначе будем сейчас в параллели говорить, и это, естественно, будет мешать. Во-первых, я начну с того, из чего состоит платформа Web of Science, потому что именно, собственно, структура платформы задает те иерархии журналов, про которые мы будем говорить. Первое, что я хочу сказать, что когда мы говорим про журналы Web of Science, это сейчас такое, в общем, вполне устойчивое выражение, нужно понимать, что речь идет о журналах, которые входят не вообще во все базы данных, которые у нас на платформе существуют, а их существует сейчас 16. Это, прежде всего, касается тех журналов, которые входят в основную нашу базу данных, которая называется Web of Science Core Collection. Вот здесь она представлена по центру этой диаграммы. Все остальные базы данных, они сосуществуют на платформе, в них тоже есть различные журналы, и в этом смысле это огромное количество научной информации, но если мы говорим непосредственно про публикацию, которая засчитывается как публикация Web of Science, ориентироваться нужно именно на те журналы, которые входят в Web of Science Core Collection. Поэтому, когда говорят журнал Web of Science, на самом деле не произносят просто полностью это название, но подразумевается журнал Web of Science Core Collection. Кроме того, из интересных баз данных у нас сейчас на платформе размещается база данных, которая называется Russian Science Citation Index, или RSCI, вкратце ее называют. Это гостевая, наша региональная российская база данных. Туда журналы отбираются нашими партнерами и лайбрари, а не наши международные коллеги, которые обычно отбирают журналы в Web of Science Core Collection. И там сейчас находится порядка примерно 850, если я не путаю, на данный момент тех журналов, которые с точки зрения и лайбрари являются лучшими российскими журналами. Если говорить про то, как пересекается RSCI и Web of Science Core Collection по составу, то пересечение есть, пересечение порядка 100 с чем-то журналов. Но, еще раз повторю, если вы ориентируетесь именно на публикацию Web of Science, ориентироваться нужно на те журналы, которые входят в Web of Science Core Collection. Из чего состоит Web of Science Core Collection, наша основная база данных? Она состоит из шести указателей. Здесь вот вы в зеленом кружке название этих указателей видите. Четыре из этих шести указателей являются журнальными, то есть там присутствуют разные журналы. Я сейчас расскажу, как они отличаются друг от друга, почему они разбиты на разные указатели. Пятый указатель, который называется Book Citation Index, это указатель монографий. И шестой указатель – это Conference Proceedings Citation Index, это указатель материалов конференции. Почему журналы разбиты по четырем разным журнальным указателям? Потому что, во-первых, они, естественно, отличаются по направлению исследований. Скажем, в первом указателе Science Citation Index Expanded у нас находятся журналы по точным, естественным и техническим наукам. Во втором журнальном указателе у нас находятся журналы в широком смысле по общественным наукам, поэтому он называется Social Sciences Citation Index. Там располагаются, в частности, журналы по педагогике, по лингвистике и все смежные дисциплины, которые с этим связаны. Третий журнальный указатель называется Arts and Humanities. Туда помещаются журналы по чисто гуманитарным направлениям, таким как литература ведения, искусствоведения, музыковедения и так далее. Чем они отличаются от, скажем, не чисто гуманитарных журналов, я сейчас тоже скажу. И четвертый журнальный указатель Emerging Sources – это указатель новых для нашей платформы журналов. Сейчас любые журналы, которые впервые подают заявку на включение в World of Science Collection, если они, соответственно, отбираются нашей международной редколлегии, они сначала оказываются вот в этом четвертом журнальном указателе. И в течение двух лет наши редколлегии смотрят, как они себя ведут. Потому что, к сожалению, журнальный мир становится все более конкурентным. Сейчас публикационная деятельность, она, в общем, очень активна по всему миру. И люди публикуются все больше и больше. Журналы пытаются конкурировать за счет того, чтобы повышать свою популярность среди авторов. И это делается, к сожалению, иногда за счет недобросовестных практик. И за последние годы совершенно очевидно стало, что довольно часто журналы прибегают, к сожалению, к накрутке цитируемости своей, чтобы войти как раз в самые престижные базы данных. Вот для того, чтобы отслеживать такое недобросовестное поведение, наш ряд коллегий дает себе два года и смотрит, соответственно, на то, как журнал себя ведет. На его показатели, как растет цитируемость и так далее. Если журнал ведет себя хорошо, то он либо может передвинуться в один из старших указателей, и тогда для него будет рассчитываться импакт-фактор. Если он себя ведет плохо, то тогда он уходит с платформы. У нас есть список журналов, которые были удалены из платформы, соответственно, можно посмотреть всегда этот список. И если журнал, в общем, ведет себя нормально, но при этом цитируемость у него как-то активно не растет, то он остается в этом четвертом журнальном указателе на неопределенное время. Благодаря именно этому четвертому журнальному указателю у нас появилось довольно много за последние годы именно российских журналов. Сейчас российских журналов в нашей центральной коллекции около четырех сотен. И, соответственно, по разным направлениям они, естественно, разбиты. И вот давайте поговорим про эту метрику импакт-фактора, которая здесь представлена буквами ИФ, и к которой ведет стрелка от первых двух журнальных указателей. Почему это так? Метрика импакт-фактора – это метрика, которая рассчитывается только нашей платформой. Других импакт-факторов нет на свете. То есть есть другие метрики, которые могут рассчитываться каким-то похожим образом. Но вот именно название импакт-фактора – это только наша метрика. И, соответственно, если, например, журнал вам сообщает, что у него есть импакт-фактор какой-то, самый простой способ – это выяснить, пойти к нам на платформу и, собственно, посмотреть, есть ли он у нас и есть ли у него такой импакт-фактор. Так вот, импакт-фактор – это показатель, прежде всего, уровня цитируемости, потому что цитируемость – это самый простой способ выяснения того, насколько журнал востребован в своей области, в своем научном сообществе. И, соответственно, если журнал очень активно цитируется, эта цитируемость растет, то для него начинает рассчитываться импакт-фактор. Растет цитируемость активно у журналов, которые относятся только к определенным областям. Это, прежде всего, естественно, высокотехнологичные области, те области, где очень быстро устаревают знания. Это могут быть, это прежде всего, медицинские, биологические науки, технические науки, естественные науки. Там люди ссылаются активно очень на какие-то последние исследования, и за счет этого, собственно, цитируемость растет. И вот для таких журналов у нас рассчитывается импакт-фактор. Для чистых гуманитариев, например, мы совершенно осознанно не рассчитываем импакт-фактор, потому что в чисто гуманитарных направлениях цитируемость, во-первых, практически не растет. Это просто особенность этих направлений. Во-вторых, там большей частью люди ссылаются на монографии, а не на какие-то последние исследования. По этой причине просто не имеет смысла для них импакт-фактор рассчитывать. Но, тем не менее, вот в этом третьем журнальном указателе, Arts and Humanities, у нас находятся лучшие, самые качественные журналы мира по чисто гуманитарным направлениям. Если говорить про наш региональный российский указатель RSI, про который я упомянула уже, еще раз повторю, что туда журналы отбираются не нами. Это партнерский проект, это гостевая база данных, которая располагается у нас на платформе просто. Отбираются журналы туда и library, и по их версии сейчас там, ну, совсем недавно было около 800 журналов, но сейчас примерно 850. Но вчера я видела новость, что они сейчас пересматривают список этих журналов, и, видимо, опять цифры немножко снизятся, потому что они каждый раз, ну, и library очень качественно подходят к отбору журналов, и поэтому они каждый раз вот такую ревизию производят своей базой для того, чтобы убедиться в том, что там действительно лучшие журналы. Почему некоторые журналы могут входить в RSI, но не входить в Web of Science Co-Collection? По двум причинам. Либо журнал просто пока еще не подал заявку к нам. Это простая техническая причина, поскольку не наша редколлегия связывается с журналами, чтобы их включить к нам. Наоборот, журнал должен связаться с нами, это должна быть его инициатива. И вторая причина может заключаться в том, что такая заявка была подана, но не прошла отбор нашей редколлегии, потому что у нас есть довольно хорошо разработанная система критериев отбора журналов. С ней можно ознакомиться у нас на выязычном сайте, то есть это абсолютно доступная всем информация, это открытая информация, ничего в ней таинственного нет. Для того, чтобы журнал, например, подал заявку, он должен прочитать все критерии отбора, которые у нас есть на выязычном сайте, там же подать электронную форму заявки, и, соответственно, дальше эта заявка рассматривается нашей редколлегии. Из чего эти критерии состоят? Вот здесь вы видите, собственно, схематическое изображение всех указателей, которые входят в нашу основную базу данных в Web of Science Co-Collection. Как это происходит? Для того, чтобы журнал оказался внутри, он должен соответствовать минимум 24 и максимум 28 критериям научного качества. 24 критерия научного качества, которые перечислены у нас на сайте, еще раз повторю, включают в себя и технические показатели всякие, ну, например, наличие номера АССН, количество регулярности выхода журналов и так далее, и так далее. Если журнал считает, что он соответствует вот этим 24 прописанным на сайте критериям, то он подает заявку. Остальные 4 критерия – это критерии влиятельности. Они относятся к тем журналам, которые претендуют на расчет импакт-фактора для себя. Соответственно, поскольку импакт-фактор – это именно критерий востребованности журнала, насколько его читают, насколько он интересен в той области, в которой он действует, собственно, то вот, соответственно, если журнал хочет, чтобы для него был рассчитан импакт-фактор, он должен соответствовать вот этим еще дополнительным четырем критериям. Таким образом, максимальное количество критериев – 28. Но информация, еще раз повторюсь, абсолютно открытая. Это бесплатная процедура для всех журналов. То есть они ничего не платят, они просто подают заявку. Что нужно знать авторам про журнал и вообще про журнальный мир, прежде чем, собственно, подбирать журнал для себя? Во-первых, очень важная информация в том, как журнал финансирует свою деятельность. Сейчас опять появились какие-то дополнительные шумы. Если можно, отключите микрофон, пожалуйста. Да, спасибо. Как журналы отличаются друг от друга по тому, как они финансируют свою деятельность? На самом деле, моделей финансирования немного совсем. Самая традиционная, самая старая модель – это финансирование деятельности журнала через подписку. Она появилась еще в 17 веке, когда появились первые научные журналы в Европе. Это самая старая, самая понятная модель финансирования. Что это означает для автора? В том случае, если журнал финансируется через подписку, и все статьи, собственно, выходят в закрытом доступе таким образом, потому что они открыты только для подписчиков, в этом случае автор ничего не платит за публикацию в таком журнале. Традиционных журналов все еще очень и очень много. В нашей базе данных их большинство. Это означает, что если вы, например, ищете именно возможность бесплатной публикации, вам нужно искать именно традиционный журнал. Это вовсе не редкость, это абсолютно до сих пор распространенная ситуация. Но поскольку мы живем в эпоху открытой информации, информация становится все более и более открытой. Более того, сейчас появилось уже понятие открытой науки, и есть огромное количество проектов благотворительных и государственных, которые как раз направлены на то, чтобы открытую науку развивать, и печатать, например, результаты исследований исключительно в открытом доступе, то, конечно, открытый доступ развивается сейчас очень активно. И даже традиционные журналы могут, например, приоткрыть часть своего контента, и в этом случае они становятся гибридными. А автор, если его статья выходит в открытом доступе в таком журнале, уже будет платить так называемый авторский взнос. Ну и в 100% случаев практически, крайне редко это не так, но практически 100% случаев, если мы имеем дело с журналом открытого доступа, то в этом случае автор платит авторский взнос. Авторские взносы, естественно, сейчас бывают очень большие, и понятно, что это большая проблема для наших авторов. Но, во-первых, я здесь еще раз повторю, что в этом случае не нужно забывать про то, что традиционных журналов все еще очень много. А, во-вторых, как правило, сейчас можно найти какие-то гранты или помощь может оказать университет, если автор печатается в журнале открытого доступа. В нашей системе такие журналы обозначаются вот таким разомкнутым оранжевым замком, как вы здесь видите. И, соответственно, вот теперь мы обсудим, чем отличаются научные журналы от хищнических журналов, и почему здесь от открытого доступа идет красная стрелка к хищническим журналам. Означает ли это, что все журналы открытого доступа, хищники? Нет, конечно, естественно, нет, но все хищнические журналы позиционируют себя как журналы открытого доступа, потому что это самый быстрый и самый простой способ сбора, собственно говоря, денег с авторов, и это нужно понимать. Открытый доступ бывает разного вида, я сейчас подробно про него говорить не буду, просто здесь останется вот этот слайд. Есть самое важное, что нужно здесь помнить, что сейчас журналы открытого доступа официально, можно найти такой список этих журналов на ресурсе, который называется DOAJ, то есть Directory of Open Access Journals. Это отдельный от нас ресурс, то есть к нам он не имеет никакого отношения, это независимый проект. И сейчас очень часто журналы открытого доступа подают заявку на регистрацию туда для того, чтобы как бы попасть в список белых журналов открытого доступа. И, соответственно, они там тоже проходят отбор, там тоже вывешены правила и критерии, к чему журнал должен соответствовать для того, чтобы быть зарегистрированным на этом ресурсе. Ну и, соответственно, дальше журнал входит в список, если, соответственно, принимается его заявка. У нас на платформе можно выставить параметры поиска, если вы ищете соответствующий открытый доступ, это можно сделать прямо в поиске, ну и, соответственно, дальше вы уже будете лучше ориентироваться относительно того, с каким журналом вы имеете дело. Если говорить про журналы открытого доступа и их соотношение у нас на платформе, то вот здесь вы видите это название, это аббревиатура, собственно, соответствующая вот тем четырем журнальным указателям, про которые я говорила. Как вы видите, самое большое количество журналов открытого доступа у нас в четвертом журнальном указателе, в Emerging Sources, то есть в том самом журнальном указателе, где сейчас оказываются все новые для нас журналы и проходит там испытательный срок в течение двух лет. Это объяснимо, почему там больше журналов открытого доступа, потому что сейчас, как правило, если мы имеем дело с каким-то недавним журналом, который недавно появился, журнал предпочитает все-таки быть журналом открытого доступа. Ну и, соответственно, в остальных трех журнальных указателях вы вот здесь видите примерную цифру журналов открытого доступа, которые есть там. Всего, кстати, во всех четырех журнальных указателях, на одном из предыдущих слайдов там была эта цифра, у нас сейчас примерно 21,5 тысяч журналов, и примерно половина из них имеют импакт-фактор, а именно 12 800 с хвостиком небольшим. То есть вот цифры такие. Так вот, как же отличить хищнический журнал и вообще, чем он отличается от нормального журнала? Во-первых, нужно сказать, что хищнический журнал для начала не является научным журналом, потому что научный журнал должен всенепременно обеспечить соответствие стандарта научного качества. Таких стандартов три в основном. Это проверка на плагиат, это ответственные журналы. Журнал проверяет статьи на плагиат и до публикации, и после. По-разному бывает, если, например, в публикации находится плагиат после того, как она была опубликована, тогда такая публикация ретрогируется. Более того, журналы отвечают, естественно, за организацию рецензирования. Рецензирование – это, пожалуй, самая серьезная часть работы любого научного журнала. Именно так обеспечивается качество науки. И здесь, если мы имеем дело с хищником, то, скорее всего, он вам прообещает очень быстрое прохождение рецензирования, что на практике означает, что у него просто нет никакого рецензирования. Ну и хищнические журналы, в отличие от нормальных, не занимаются отбором статьи, они публикуют абсолютно всех, потому что они собирают деньги, это понятно. То есть таким образом это просто не журнал в принципе. Более того, еще одна вещь очень важная для понимания, почему это не журнал. Журналы-хищники позиционируют себя как журнал открытого доступа, как я уже сказала. Но, как-то ни странно, даже эту задачу они не обеспечивают, потому что они, например, не ведут архивы. А это означает, что через какое-то время статья, даже если она там выходит, становится потеряна даже у них. И таким образом это не открытый доступ, конечно, никакой. Тут возникает вопрос, есть ли какой-то черный список таких журналов, которые можно было бы просто иметь под рукой, но в случае чего ознакомиться с ним и как-то себя гарантировать, что ли, от встречи с журналом-хищником. К сожалению, такого списка нет. Попытка введения такого списка была предпринята Джеффри Биллом, который до сих пор был получен и работает в университете Колорадо и является библиотекарем-исследователем. Так называется его позиция. Он, собственно, по своей работе занимается как раз анализом научных журналов. И вот он с 2012 года по 2017 ввел знаменитый список Билла. Вот здесь останется ссылка, соответственно, она важна, потому что вот, собственно, Джеффри Билл, так он выглядит. Что он пытался делать? Он как раз пытался составить вот такой черный список хищнических журналов. Но в 2017 году он перестал его ввести, потому что он просто не справился с потоком судебных исков, которыми его завалили. И тут нужно сказать, что тут любопытно происходит асимметрия, потому что журналы могут подать иск в отношении, например, Джеффри Билла, но в обратную сторону это практически невозможно, потому что для того, чтобы подать иск, прежде всего нужно выяснить, кто за журналом стоит. А вот это уже непростая задача, поскольку информация большей частью скрывается. И он просто перестал ввести этот список, но я рекомендую, тем не менее, найти вот по этой ссылке старый кэшированный вариант этого списка, не обновленный и не обновляемый, потому что до сих пор там можно найти довольно полезную информацию. У меня вот в прошлом году была переписка с человеком, который написал письмо нам с просьбой разобраться, в чем дело. Он послал две статьи на публикацию в некий журнал, который у нас индексируется в нашей базе данных. Но своих публикаций он там не видит. И вот он интересовался, что же с ним произошло. Ну и мы начали выяснять, и выяснилось, что он на самом деле послал эти публикации не в тот журнал, который индексируется у нас, а в так называемый взломанный журнал. То есть некие мошенники сделали зеркало сайта этого журнала, и, соответственно, человек считал, что он направляет свои публикации в нормальный журнал. А на самом деле он их отправил совершенно непонятно кому, и, естественно, деньги заплатил за это. Так вот, этот журнал значится в этом списке Билла как взломанный, то есть там до сих пор довольно много всякой важной, релевантной информации, которая до сих пор еще не устарела. И таким образом имеет смысл его скачать, все-таки иметь под рукой. Если вот анализировать каким-то образом, как можно понять, с кем вы имеете дело, вот здесь у меня два скриншота. Вот первый скриншот, и вот второй скриншот. Это скриншоты сайтов журналов. И, соответственно, если говорить про то, на что обращать внимание, когда вы только сайт открываете с журнала, то вот сейчас мы про это поговорим. Вот это, например, нормальный журнал, здесь все по делу, здесь понятные закладки, соответственно, здесь ясно, куда идти для того, чтобы выяснить контакты журнала, там прочитать членов предколлегии, вообще все ясно, и тут никаких вопросов не возникает. Вот с этим скриншотом первое, что бросается в глаза, во-первых, огромное количество цифр, которые здесь вот прям по центру даются. Это всегда довольно странный способ организации информации на сайте, потому что вообще научный журнал не заинтересован в том, чтобы забрасывать вас вот такими какими-то цифровыми параметрами с самого начала. То есть у него может там что-то значиться где-то, вот, например, здесь значится импакт-фактор. У журнала, конечно, может значиться импакт-фактор на его сайте, но явно не в центре экрана. И более того, название журнала, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, это довольно странный набор областей, слишком широкий. Это тоже признак. И вот сейчас про признаки, собственно говоря, хищников мы и поговорим поподробнее, как их отличать. Вот в этой таблице вы видите сводные всякие признаки, на которые нужно обращать внимание, для того, чтобы понять, с кем вы имеете дело. Во-первых, те признаки, которые здесь выделены красным, это стопроцентные признаки хищнического журнала. Если вам обещается какая-то супербыстрая публикация, это точно совершенно хищник, потому что ни один нормальный журнал ничего такого обещать не будет. Если рецензирование вам обещают тоже пройти очень быстро, это в реальности означает, что рецензирования нет. Если среди членов редколлегии вы видите, например, список из только имен каких-то без всяких аффилиаций, без контактов и так далее, это странно, потому что вообще-то список редколлегии на сайте журнала существует для того, чтобы с людьми можно было легко связаться и, соответственно, было видно, откуда они, где они работают и так далее. Различные метрики и как раз цифры, которые журнал вам дает, это самая простая часть всей информации, потому что это легко проверяется, про это мы сейчас поговорим. И остальные признаки, которые здесь есть, это такие суммарные кумулятивные признаки, на которые тоже надо обращать внимание, но каждый по отдельности не обязательно означает, что там с журналом что-то не так. Например, да, конечно, сайт журнала должен быть оформлен грамотно, без ошибок и хорошо, но мы, например, можем иметь дело с каким-то маленьким журналом, у которого нет большого финансирования, и журнал пока не вложился должным образом в разработку сайта. Такое вполне может быть с маленькими журналами какими-то. В этом случае, конечно, это не обязательно признак того, что это хищник. И более того, бывают хищники, которые хорошо вкладываются как раз в разработку сайта или даже крадут сайт, как я уже описывала, и в этом случае вы по самому сайту ничего не заметите. Обращать внимание нужно на тематику. Любой журнал сейчас в современном мире специализируется, так или иначе, потому что конкуренция огромная. И, соответственно, если журнал, например, журнал пишет у себя на сайте, это сейчас цитата будет, журнал публикует исследования по всем направлениям исследований. Такого быть не может, потому что какая-то специализация в обязательном порядке должна быть. Правила оформления для авторов и архив. У нормального журнала очень хорошо разработаны закладки. Там подробно должна быть указана вся информация, архив должен быть доступен и так далее. Но если мы говорим про оплату, то в нормальных журналах открытого доступа, как правило, все-таки оплата требуется уже после того, как вы проходите рецензирование. Иногда сейчас некоторые журналы взимают какую-то небольшую плату именно за организацию рецензирования. Такое бывает. И тогда они могут попросить вот эту оплату сразу. Но вообще, в целом, пока не ясно, будут вас публиковать или нет, журнал ничего не взимает. Почему важно смотреть на список редколлегии? Вот тут очень интересный случай. Это журнал, небольшой журнал. У нас индексируется с ним. В общем, все в порядке, кроме того, что у него опять-таки украли сайт. Это довольно частая сейчас практика, к сожалению. И вот если вы будете искать этот журнал просто в сети, то, скорее всего, я уже давно не искала, но одно время ссылка на взломанный сайт была первой ссылкой, которая выбрасывалась в поисковике. И, соответственно, вы оказывались на мошенническом сайте таким образом. Как себя можно предохранить в этом случае? Вы идете в закладку, которая называется Editorial Board, то есть редколлегия, и вот находится там такой список. Если он, на первый взгляд, он довольно представительный. То есть вы видите, вроде как, здесь действительно международную редколлегию из разных стран люди, из разных городов и так далее. Но если вы будете вчитываться внимательно, то здесь очень много всего смешного. Ну, во-первых, обратите внимание на имя главного редактора. Значит, главный редактор здесь профессор-доктор Вьена Франц. Это австрийский журнал изначально. И, видимо, тут люди так иронизируют по этому поводу. Но, естественно, в немецком языке имени Вьена просто не существует. Начнем с этого. Если вы, более того, вглядитесь в остальной список, то вы увидите, что там, как правило, нет никаких аффилиаций вообще. Если вы будете пытаться искать этих людей в сети, вы их не найдете, потому что это фейковые люди, их не существует. И вот самый, конечно, любимый здесь пример – это человек из России, из Новосибирска, которого зовут или которую, тут непонятно, Клавия Полчанова. Это вот самая такая прекрасная вещь. Вообще все остальные фамилии здесь тоже написаны с какими-то ошибками. Ну, в общем, довольно быстро становится ясно, что это несуществующий список несуществующих людей. Почему здесь, несмотря на то, что сайт взломан, не скопировали просто изначальную редколлегию, по одной простой причине, еще раз повторю, список редколлегий на сайте существует для того, чтобы с этими людьми можно было связаться. Ну и понятно, что мошенники вовсе не заинтересованы в том, чтобы кто-то с ними связывался. С чего начинается контакт с хищническим журналом? Он начинается вот с такого письма. Отлично мы все это знаем. Все мы получали такие письма. Как правило, они даже именные. Вот здесь обращение Dear Researcher. Это, кстати, письмо от того журнала на первом скриншоте, который я показывала. Но обычно там даже стоит имя. Это все информация, которую такие журналы, не журналы на самом деле, собирают из открытых источников про авторов, ну и потом делают автоматическую рассылку. Во-первых, здесь нужно помнить про то, что нормальный журнал вряд ли будет в принципе делать такую автоматическую рассылку. Обычно в этом письме сообщается, что мы прочитали вашу статью, нам ужасно понравилось, и мы хотим с вами сотрудничать, поэтому приглашаем вас. И дальше идут какие-то очень такие лестные обещания. Во-первых, обещается, что в данном случае статья будет опубликована на следующие сутки, в течение суток после приема к публикации. Это странно, естественно. Дальше там сообщается, что рецензирование пройдет как можно скорее. Это, опять же, странное очень обещание, которое обычно научные журналы не дают. Дальше идут как раз цифры. Давайте мы про них поговорим, потому что с цифрами это, я уже сказала, самый простой способ разобраться. Во-первых, здесь начинается все с номера ISSN. Казалось бы, с этим журналом все в порядке, потому что если вы пойдете в поисковик, просто вобьете этот номер, то вы обнаружите этот журнал под этим номером. Но проблема в том, что сам по себе номер ISSN не является гарантией вообще ничего. Получить его крайне просто. Это может сделать, в общем-то, кто угодно. Вот этот журнал заботился и получил его. Но дальше никаких гарантий качества это не дает вообще. Дальше журнал сообщает, что у него есть номер DOI. Это Digital Object Identifier, то есть идентификатор цифровых объектов. DOI у журнала бывает. Это нормально. Но вам как автору, в общем целом, эта информация совершенно не нужна, потому что вообще-то DOI присваивается, как правило, статьям для того, чтобы их можно было найти в том случае, если они переезжают в сети из одного домена на другой. Дальше идет как раз информация более четкая. Импакт-фактор. В этом случае, если журнал вам говорит, что у него такой-то импакт-фактор, вы идете к нам на платформу, ну и, собственно, смотрите, есть ли такой журнал у нас на платформе, есть ли у него такой импакт-фактор. Это очень просто проверяется. И следующая информация совсем смешная, потому что это Thomson Reuters Researcher ID. Researcher ID – это наш идентификатор, действительно так, но это идентификатор автора. У журналов Researcher ID не бывает по определению, поэтому это такой довольно забавный здесь ляп. И, конечно, если человек хоть немножко понимает про идентификаторы, то это сразу о многом говорит. Ну и обращайте внимание тоже на такие косвенные вещи. Если у редактора почтовый ящик живет на Gmail.com, то это тоже немножко странно. Ну, это не стопроцентный признак, что что-то не так, потому что маленький журнал, опять-таки, может быть и так далее, но все-таки, как правило, у журналов есть свой корпоративный ящик, и через него вам и нужно как-то с ним общаться. Более того, у большинства журналов, кстати, сейчас все общение происходит непосредственно на сайте журнала, и там не нужно писать никакой ящик вообще специальным образом. Импакт-фактор, еще раз повторюсь, это только наша метрика, это важно, потому что вот здесь вы видите список всяких разных импакт-факторов. Проблема с ними заключается в том, что никто не знает, кто их считает, как их считают. Они не являются международно признанными метриками. Международно признанный импакт-фактор только наш, еще раз повторю. Как он рассчитывается? Он рассчитывается просто. Сейчас у нас существует... Мы его рассчитываем каждый год. В середине каждого года появляется импакт-фактор за предыдущие годы. Он у нас рассчитывается, с одной стороны, каждый год. Как я уже сказала, в середине этого года появится импакт-фактор за 2020 год, но пока действует все еще за 2019 год. Классический импакт-фактор двухлетний, потому что формула расчета включает в себя период времени за два года, предшествующий году расчета. То есть, если мы хотим получить импакт-фактор за 2019 год, мы берем все цитирования, которые пришли на все публикации в журнале в 2019 году, то есть общую суммарную сумму, и делим это на количество статей, которые вышли в журнале за предыдущие два года. Почему импакт-фактор стал такой популярной метрикой? Он стал популярной метрикой именно в силу простоты этой формулы, прежде всего. Она, как вы видите, очень просто рассчитывается. Вся информация по всем журналам с импакт-фактором у нас в системе хранится в JCR, в инструменте, про который я сейчас немножко расскажу. Это один из инструментов подбора журнала как раз. И импакт-фактор в теории может рассчитываться за любой период времени, то есть не обязательно рассчитывать его за два года, здесь может быть за пять лет и за один год. Все эти метрики, кстати, у нас есть в системе. Два года – это просто минимальный какой-то срок, в течение которого имеет смысл посмотреть, как растет или не растет цитируемость журнала. Если, например, мы имеем дело с какой-то областью, где цитируемость по определению медленно растет, ну, скажем, математика, там довольно математика, с одной стороны, это область, где есть много журналов с импакт-фактором, а с другой стороны, там традиционно маленький импакт-фактор, потому что цитируемость растет крайне медленно. Там тоже есть свои особенности ссылок на статьи, из-за которых так происходит. В этом случае можно посмотреть, что происходит с журналом за пять лет. У нас это тоже в системе есть. И наоборот, если мы имеем дело с каким-то очень высокотехнологичным журналом, где огромное количество ссылок на какие-то последние статьи приходится, и цитируемость очень активно растет, тогда имеет смысл посмотреть на однолетний импакт-фактор. Тогда здесь будет, там, скажем, количество цитирований в 2019 году, деленное на все публикации в этом журнале, там, в 2018 году только. Это все зависит от журнала конкретного. Недоставка импакт-фактора является только один, по большому счету. Это абсолютная метрика. Это означает, что если мы просто знаем цифру импакт-фактора, то она сама по себе нам мало что скажет, если мы не знаем среднюю цитируемость данной области. И мы не можем сравнивать таким образом журналы из разных областей только по импакт-фактору. Например, у нас есть журнал по математике с импакт-фактором 3 и журнал по биологии с импакт-фактором 3. Можем ли мы сказать, что это журналы одинаковой влиятельности? Нет, потому что для этого нам нужно четко знать, как это в конкретной области соотносится со средним импакт-фактором. Для математиков, например, импакт-фактор 3 – это очень высокий импакт-фактор, для биологов, скажем, импакт-фактор 3 – это очень маленький импакт-фактор. Поэтому для сравнения журналов имеет смысл использовать относительную метрику, которая у нас тоже есть, она называется квартиль или квартиль, по-разному ее произносят. Рассчитывается она очень просто, она рассчитывается на столько для журналов, у которых есть импакт-фактор. Мы берем все журналы с импакт-фактором, а их у нас 12800 с хвостиком, напомню. Делим их на 4 четверти, потому что квартиль – это, собственно, четверть. И если журнал относится по уровню цитируемости к первым 25%, значит, это журнал первого квартиля, к вторым 25% второго квартиля и так далее. И вот если мы имеем дело, например, с журналом по математике первого квартиля, а с журналом по биологии четвертого квартиля, вот здесь мы уже точно можем сказать, что журнал по математике сильно влиятельнее, чем данный журнал по биологии. По квартилю, таким образом, это самый простой способ сравнивать журналы из разных областей. Поэтому, собственно, квартиль сейчас так на слуху. Такие у нас есть инструменты подбора именно журнала, конкретно уже под свою публикацию. У нас их традиционно четыре. Они немножко отличаются по функционалу, но вот сейчас я про них, собственно, расскажу. Это, прежде всего, тематический поиск у нас в основной нашей базе данных, по-моему, Science Co-Collection, потому что там присутствует набор фильтров, который позволяет фильтровать этот поиск, и один из этих фильтров называется название изданий, то есть название журналов. Соответственно, если вы отфильтровали результаты поиска так, как вам нужно, то есть вы имеете дело только с тем списком публикаций, который вас интересует по своей теме, тогда вы идете в этот фильтр названия изданий и получаете первый большой довольно-таки список журналов, где эти публикации были сделаны. И дальше вы уже сравниваете эти журналы друг с другом, смотрите, как они там отличаются друг от друга, насколько они вам подходят и так далее. Если вас интересует только журнал с импакт-фактором в нашей системе, для этого у нас есть GCR, это Journal Citation Reports. Я сейчас покажу, где он живет на платформе просто, и как он работает быстро, он довольно просто устроен. Кроме того, если вы хотите подобрать статью, точнее, журнал уже для готовой статьи, то есть у вас на руках есть какая-то статья, и вы еще пока не поняли, где публиковаться, для этого у нас есть либо наш библиографический менеджер EndNote Match, то есть, точнее, менеджер называется сам EndNote, а там есть функция, которая называется Match. И это как раз подбор журнала для своей публикации по заголовку и аннотации вашей статьи, потому что в заголовке и аннотации содержатся ключевые слова, по которым, собственно, все публикации находятся в таких системах, как наша. Ну и система вам тогда подбирает до 10 журналов с импакт-фактором, в которых есть публикации с похожим набором ключевых слов. И то же самое можно сделать в нашем, пожалуй, самом универсальном инструменте подбора журнала, это Master Journal List. Вот сейчас я покажу, как это делается, и уже перейду непосредственно на платформу сейчас. Вот так у нас сейчас выглядит платформа. Значит, первый способ, про который я говорила, так, я сейчас уберу это окошко, потому что он очень сильно мешает. Вот так выглядит новый интерфейс платформы, соответственно, если у компьютера есть доступ на платформу. Напомню, что доступ к нашей платформе осуществляется через IP, адреса организаций, потому что только организации у нас получают доступ, они отдельные люди. И, соответственно, если вы являетесь сотрудником такой организации, то вот у вас платформа должна выглядеть таким образом. Сначала первый способ подбора журнала, про который я говорила, это просто тематический поиск нашей Web of Science Core Collection. Вот вы здесь выставляете базу данных, которые вас интересуют. Нас сейчас интересует Web of Science Core Collection. Выбираете тип поиска. У нас их довольно много, но, соответственно, мы сейчас возьмем тематический. Это поиск. Здесь, кстати, если вы не очень уверены, что именно за тип поиска вы выбираете, справа дается справка, сразу вот описание, про что здесь речь. Тематический поиск на платформе у нас – это поиск по ключевым словам, причем поиски у нас осуществляются только на английском языке на платформе, то есть по английским ключевым словам в шапке статьи, в заголовке, аннотации, ключевых словах статьи. Ну вот, собственно, если я там, например, введу какое-нибудь слово, уже, конечно, не хочется ковид вводить, ну, давайте, например, возьмем что-нибудь с образованием связанное, да, с образованием. Ой, извините, сказала по-английски и забыла переключить алфавит. Я пишу не полностью слово «образование», потому что у нас это отдельная тема, как мы проводим поиски. Я еще раз напомню, что мы проводим вебинары, обучающие каждый месяц, поэтому я вас приглашаю на эти вебинары, мы там подробно про это рассказываем. Я сейчас специально на этом останавливаться не буду, но вот эта звездочка – это один из способов точного поиска у нас на платформе. И, соответственно, меня интересует образование одновременно, что-нибудь с лингвистикой связанное. То же самое. Это означает, что вот эти ключевые слова, которые я здесь ввела, появятся в тех публикациях в заголовке, аннотации, ключевых словах исключительно. Ну и дальше я осуществляю поиск. Вот у меня появляет ценное количество результатов. Вот здесь слева живет, собственно, панель уточнения этих результатов. Вы идете вниз, видите все эти фильтры, про которые я говорила. Естественно, если вы делаете какой-то реальный поиск, приблизительный, как я сейчас, вы выбираете прежде всего то, что вас интересует с точки зрения тех областей, которые вас интересуют. Здесь огромное количество областей, как вы видите. Вы просто ставите галочки напротив тех, которые вас интересуют. И вот после того, как вы фильтруете это по всем вот этим фильтрам, которые вас могут интересовать, здесь же есть фильтр, который называется по-английски publication titles. По-русски он будет называться название изданий. И здесь вы видите полный список, собственно, тех журналов, в которых это все и публикуется. И вот это первая возможность получить список потенциальных журналов для своей публикации. Если вы интересуетесь исключительно нашими журналами с импакт-фактором, то в этом случае вы идете вот здесь наверху справа, есть закладка продукты, и там есть все инструменты, которые у нас на платформе, собственно, монтированы. И в данном случае нас интересует инструмент, который называется Journal Citation Reports, или JCR, его вкратце, как правило, называют. В этом случае вы будете иметь дело только с теми нашими журналами, у которых есть импакт-фактор. Во все наши инструменты требуются логин и пароль, как правило. Если у вас есть личный профиль на платформе Web of Science, то вы используете один и тот же логин и пароль во всех инструментах. JCR устроен вот таким вот образом довольно просто. На самом деле здесь можно пойти вот прямо в первую закладку журнала, потому что там есть все, что нам необходимо. Значит, во-первых, вы видите здесь полный список журналов с импакт-фактором, как я уже сказала. Вот он начинается с журнала с самым большим импакт-фактором в системе. Видите, огромный совершенно импакт-фактор под огромная цифра. Если мы хотим посмотреть, какое вообще количество журналов с импакт-фактором в системе, вы просто вот на этот показатель импакт-фактор журнала нажимаете, и список перестраивается, начиная по возрастающей. Вот, пожалуйста, цифра. Вот такое количество журналов у нас в системе с импакт-фактором всего. Что вы делаете дальше? Вы для начала выбираете те категории, которые вас интересуют. Слева есть закладка категории. Вы просто выбираете те самые категории, которые вас могут интересовать. Поскольку мы сейчас находимся в гуманитарном ВУЗе, то давайте мы выберем все, что касается педагогики, лингвистики и так далее. В нашей системе слово педагогика не используется по-английски. Все, что касается педагогических вещей и педагогики у нас через education, educational и так далее. Обозначается, я выбираю все там параметры, все категории education, которые только есть. Можно сюда же присоединить лингвистику, например, которая здесь тоже есть. И внизу дается кнопочка submit именно для того, чтобы изменить параметры поиска. И вот, пожалуйста, список перестраивается. Опять можно посмотреть, сколько журналов в этом списке. Таким же вот образом через кнопку Impact Factor, пожалуйста, 504 журнала. И дальше вы уже конкретнее смотрите, что вас интересует. Например, если вас интересует даже квартель определенной журнала, вы можете его здесь выставить. Если вас интересует определенный издатель, то вы можете впечатать название издательства здесь и, соответственно, вы можете посмотреть журналы определенной стороны и так далее. То есть все это вы делаете. Из чего состоит профиль журнала? Какую информацию можно получить из этого профиля? Если мы пойдем, например, в первый журнал, что мы увидим? Мы увидим, во-первых, всю техническую информацию про журнал. Здесь даются все выходные данные из журнала. Соответственно, на каком языке он публикуется, каким категориям он принадлежит, в каком нашем указателе он находится, сколько выпусков в год у него выходит, то есть в какой частотности он выходит. Здесь же в первой вкладке, это текущий год, вы видите все, что касается нынешнего импакт-фактора, как он рассчитывался. Дается даже список статей, по которым все это рассчитывалось и количество цитирований на каждую статью. И внизу, обратите внимание, если мы пройдем немножко ниже, здесь будут два таких довольно важных списочка. Это, собственно, география авторов журнала, из каких они стран, и организации, то есть из каких университетов, с какими университетами и организациями этих авторов аффилированы. И тут мы видим, что вот в этом журнале самое большое количество авторов из США, совсем немножко там из Европы и других каких-то стран. То есть это в основном англоязычный журнал. Из этого, конечно, следует довольно очевидный вывод про, например, требования к языку в этом журнале и про то, насколько журнал расширяет свою географию. Пока не видно, чтобы конкретно этот журнал расширял свою географию авторов, но хотя отдельные авторы здесь присутствуют там из других стран. Если вас интересует вся информация про индексацию этого журнала за все годы, здесь есть специальная вкладка «Все годы», собственно, вы туда идете. И вот, пожалуйста, вы видите абсолютно полную информацию про индексацию журнала за все годы со всеми метриками, которые мы рассчитываем. У нас сейчас не очень много времени, поэтому я не буду конкретно про метрики долго говорить, но этих метрик здесь действительно много. Вот здесь есть наверху, как вы видите, кнопочка «Customize columns». Здесь можно добавить те метрики, которые вас интересуют, просто поставив соответствующую галочку напротив соответствующей метрики. Ну и опять мы здесь видим, собственно, импакт-фактор журнала. Это вот наш стандартный двухлетний импакт-фактор с учетом самоцитирования импакт-фактор. Пятилетний импакт-фактор – это для тех областей, где медленно растет цитируемость. Наоборот, однолетний импакт-фактор, который у нас называется «Мидис индекс», наоборот, для тех областей, где быстро растет цитируемость. Ну и так далее. То есть здесь вы можете, в общем, всю эту информацию собрать. Это второй способ поиска. И третий, четвертый способ я сейчас в отсутствии времени объединю, потому что там принцип один и тот же. Сейчас я закрою окошко JCR, чтобы он нам не мешал. Как я уже говорила, если у вас на руках есть статья, и вы пока еще не знаете, собственно, где публиковаться, у вас есть еще две возможности. Вы можете либо в нашем библиографическом менеджере пойти в закладку «Match». Сейчас мы туда зайдем, и я покажу, где она находится. У нас про библиографический менеджер EndNote очень подробные вебинары, и у нас на YouTube есть записи вебинаров наших старых, поэтому можно всегда ознакомиться. Но вот нас в данном случае интересует только одна закладка, которая так и называется «Match». Значит, что здесь будет происходить? Вот здесь есть три поля. Сюда вы можете ввести заголовок своей статьи по-английски, аннотацию своей статьи по-английски. Ну, давайте, например, выберем какой-нибудь журнал. Какой-нибудь журнал, какой-нибудь журнал. Без Impact Factor я хочу просто кое-что показать. Вот у нас есть, значит, в нашей системе, если название журнала в записи не выделено как гиперссылка, это означает, что у этого журнала нет Impact Factor. Соответственно, если это гиперссылка, сейчас попробую найти, вот, например, Linguistics and Education. Вот у этого журнала это выделено как гиперссылка, значит, Impact Factor есть. Если я нажму, то откроется вся информация, собственно, про Impact Factor, про категории, к которым журнал приписан, про квартель в каждой из этих категорий и так далее. Так вот, в EndNote Match можно подобрать журнал для любой, в общем, статьи. В любом случае вам будут предлагать в этой системе только журналы с Impact Factor. Ну, вот, например, давайте посмотрим статью, которая опубликована в журнале без Impact Factor и посмотрим, как это работает. Я позаимствую этой статье заголовок для демонстрации. Вставлю его сюда. То же самое сделаю с аннотацией. Заголовок и аннотации, еще раз напомню, это основной источник ключевых слов, собственно, в любой публикации. И по этой причине по ним-то... Упс, извините. По ним-то, собственно, система вам подбирает, те самые журналы, про которые я говорю. И вот здесь есть кнопка «Найти журнал». Давайте посмотрим, что здесь будет. Вот, пожалуйста, максимальное количество журналов, которые система вам здесь предложит, это 10. Это вот максимальное она и нашла. Иногда предлагает меньше. Значит, из чего это все состоит? Вот список журналов дается здесь. Можно просто открыть каждый по отдельности. Каждой из этих записей есть, во-первых, название журнала. Вот те ключевые слова, по которым, соответственно, в данном случае видно, что в этот журнал ходить не надо, потому что это явно недостаточное совпадение. Modern Multicultural Society, прям совсем недостаточное. Но, тем более, это оптика, что уж совсем удивительно. Но, например, вот здесь уже гораздо лучше. И тут уже видно, что совпадений явно больше. И дальше вы смотрите просто, ну, насколько вам журнал интересен, совпадает ли это по темам. Вот в данном случае подборка довольно странная получилась, потому что там в ключевых словах явно присутствует что-то оптическое. И по этой причине, как вы видите, вот получилась вот такая история. Что странно, безусловно. Но это как раз, кстати, отдельная тема про то, как важно указывать правильные ключевые слова в своих публикациях для того, чтобы подбирались в правильные журналы и публикации. Но есть еще один способ, помимо, собственно, NodeMatch, который тоже у нас на платформе присутствует, но можно этим способом пользоваться и вне платформы. Он называется Master Journal List. Это самый простой способ вообще нахождения журналов в нашей системе, потому что в этом случае вы можете увидеть, во-первых, какие журналы у нас есть, по каким указателям они разбиты и так далее. Вот так выглядит первая страница Master Journal List. Я всегда рекомендую идти сразу на вторую страницу через кнопку поиска журналов. Если вы на нее нажмете, то, собственно, что вы здесь увидите? Ну, во-первых, вот такой подбор журналов, который мы сейчас делали в Node, можно делать и здесь. Он здесь называется Match Menuscript, и в этом случае вам будет подбираться не 10 журналов с Impact Factor, а вообще все журналы в системе, у которых есть какие-то похожие наборы ключевых слов в публикациях. И дальше вы уже смотрите, в какие указатели эти журналы входят и так далее. Но почему я предлагала сразу пойти на вторую страницу? Потому что здесь есть система фильтров. И, например, сразу, если вас интересует только журнал Web of Science Core Collection, пожалуйста, вы выбираете те указатели, которые вас интересуют. Вот сейчас, например, видно, что здесь есть всего почти 25 тысяч журналов. Это во всех наших базах данных. Если нас интересуют журналы только Web of Science Core Collection, то мы ставим здесь галочки, и число сразу меняется. Это примерно 21,5 тысяч журналов. Дальше вы выбираете те категории, которые вас интересуют. Здесь есть подсказки, можно выбирать много категорий сразу. Если вас интересует журнал с открытого доступа, то вы выбираете их. И наоборот, если журнал открытого доступа в системе, то у него напротив названия есть вот такой оранжевый значок здесь. Вы выбираете страну, язык и так далее. То есть вы можете выставить здесь довольно большое количество фильтров. И в этом смысле это самый, как я уже сказала, удобный способ поиска журнала в нашей системе и подбора. И что особенно важно, зайдя в профиль любого журнала, вы это можете сделать, если вы зарегистрированы либо на сайте мастер-журналист, либо, опять-таки, через логин и пароль вашего личного профильного платформы Web of Science. То есть там есть, во-первых, всякая информация по журналу. И очень важно, здесь есть прямой линк на сайт этого журнала. То есть вы не ошибетесь и окажетесь непосредственно на сайте того журнала, который вас заинтересовал. Ну вот, пожалуй, все. На этом я остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, то я с радостью отвечу. Сейчас я посмотрю, есть ли, собственно говоря, провод просто открыть. Можно, кстати, вопросы задавать голосом, поскольку, может быть, это будет самый простой способ. Есть один вопрос только от одного из участников, которая просила переслать презентацию ей на почту. Я записала все, если это будет возможно, я перешлю. Да, конечно, я презентацию в обязательном порядке вам просто отошлю, и вы ее можете распространять, то есть ее можете получить с полугода. Хорошо, спасибо. Больше вопросов не поступало. Извините, пожалуйста, вы проговорите, кто попросил, потому что я тоже попросила презентацию. Может быть, это кто-то продублировал? Вы знаете, я просто думаю, что самый простой способ разрешить эту проблему – это обратиться непосредственно к организаторам. Я прямо сразу сейчас отправлю Юлию ссылку на презентацию, точнее, саму презентацию, и дальше вы можете с ней связываться и получать ее. Да, я на связи, всем отправлю. Ага, хорошо, вы видите, от кого приходят, да, поступают? Ага, спасибо вам большое, Юля. Спасибо огромное. Очень полезная информация. Спасибо, и надеемся, что действительно полезная, потому что информации много, и, конечно, ориентироваться не сложно. Ориентироваться сложно. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Сейчас я в чат загляну, все-таки на всякий случай. Так, все вопросы, которые я вижу в чате, они все про презентацию. На это мы уже ответили. Я так понимаю, что практически каждый решил заполучить вашу презентацию. Это абсолютно хорошие мысли. Потому что мы просто немножечко утонули в материале, а хочется спокойно разобраться, не спеша. Я вам напомню еще про наши вебинары, как обычно в таких случаях мы делаем, потому что мы их регулярно... А ссылочку можно на вебинар тогда сразу? А в презентации все это есть. Там все ссылки даются, все ресурсы наши. Вообще вся информация, про которую я говорила, она есть в презентации. Чудесно, спасибо. Дорогие коллеги, спасибо вам огромное и за приглашение, и за участие. Я понимаю, что у вас очень насыщенная программа. Я так понимаю, вопросов больше нет, поэтому, наверное, будем прощаться тогда. Всем хорошего дня. Сейчас я прямо пришлю Юле презентацию, и, соответственно, тогда у вас вся эта информация появится. Ну и там, если будут какие-то вопросы, вы к нам всегда обращайтесь, потому что мы с радостью реагируем. Все, спасибо еще раз. Спасибо большое. Я, наверное, буду отключаться. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Большое. На сегодня работа завершена, да, конференция? Да. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания.